Всем привет, мои дорогие друзья, будьте подписчики моего канала. Сегодня я готовлю гречневую луку с мясом. И хочу с вами поделиться рецептом приготовления, как это делаю я. Мясо у меня свинина, можно взять любое мясо. Нарезала на кусочки, помыла предварительно. И поместила на разогретую сковородку. На дно сковородки налила растительное масло. Мясо должно немножечко обжариться с двусторон. Оно дало жидкость, а жидкость выпоровывается сначала. Я еще добавила майонеза, так как хочу, чтобы блюдо получилось пожирнее. У нас сейчас у всех активная деятельность, поэтому лишние калории не повредят. Можно майонезы не добавлять, это на ваше усмотрение. Добавляю молотый черный перец сюда же. И пока у меня есть немного времени, чищу лук и морковь. После того, как жидкость из корица, добавляю растительное масло и лук, порезанный кольцами. Далее все это перемешиваю. И сюда же добавляю морковь, порезанную на корейскую терочку. И снова обжариваю все вместе. Все это периодически помешиваю, чтобы ни один из компонентов не пригорел. А в это время, пока лук, морковь и мясо жарятся, промываю гречку. Морковь подрумянилась, вливаю в сковородку воду и даю протушиться. Примерно через 20-25 минут после тушения мяса добавляю сюда же промытую гречку. И воду я подсолила с мясом, когда его тушила. Добавляю огонь, чтобы все закипело. После того, как закипит, огонь убавляю. И варю кашу на маленьком огне. После того, как вода с кашей с гречкой закипела, необходимо снять пенку и варить кашу на маленьком огне под закрытой крышечкой примерно 15-20 минут. На одну часть гречки берется две части воды. К примеру, на полкилограмма гречки берется один литр воды. Гречневая каша не только очень вкусная, но еще и очень полезная. Поэтому ее постоянно нужно включать в свой рацион. Не только гречневые, но и другие каши. Гречка богата по своему составу витаминами и минеральными веществами. В ее состав входят клетчатка, калий, кальций, магний и другие элементы. Железо, медь, а также 18 аминокислот. Плюс к тому же она достаточно легкая в усвояемости. В самом конце варки в любую кашу добавляю небольшой кусочек сливочного масла и накрываю кашу крышечкой и газ выключаем. Наша каша перемешиваем и она готова. Но перед употреблением кашу нужно обязательно настояться примерно минут 10. Тогда она будет еще вкуснее и к тому же рассыпчастее. А на соль проверяем во время готовности, пока каша ваша еще варится в жидкости. Вот такая вкусная и аппетитная каша у меня получилась. Она очень ароматная и полезная. Ну а все вы знаете, что кашу маслом не испортишь. Сверху я положила еще небольшой кусочек маслица. Ну что же, приступим к дегустации. И отведаем нашу кашку. Ммм, получилась каша. Очень и очень вкусная. Всем вам рекомендую. Ну а пока, мои дорогие, буду с вами прощаться. Спасибо за ваше внимание. Не забудьте подписаться на канал, поставить ваши лайки, поделиться рецептом с вашими друзьями в соцсетях. Ну а пока, до скорой встречи. Всем приятного аппетита и всем пока!